По предварительным итогам голосования народ Абхазии выбрал своим президентом Аслан Абжани. Пожалуй, это был самый спокойный день выборов за последние 15 лет. Абсолютно все участки открылись ровно в 8 утра. Количество международных наблюдателей президентские выборы 2020 года похвастаться не смогут, но в условиях всемирного карантина присутствие представителей Южной Осетии и Приднестровья уже можно считать большой удачей. В прежние разы было очень много различных делегаций, сейчас поменьше, но от этого выборы, я уверен, не пострадают, потому что мы знаем, что выборы в Абхазии проходят всегда организованно, проходят прозрачно достаточно. И вот сегодня мы убедились, побывали уже несколько, на 8 даже участках с утра и на открытие, и так люди голосуют, и мы убедились, что они особо ничем не отличаются от прежних выборов, которых мы посещали в прошлые разы, разве только наименованием, что это внеочередные выборы. Никто из международных наблюдателей не выразил и толики сомнения, что выборы проходят в демократическом духе. Мультимедийный пресс-центр обеспечивал работу абхазских, юго-осетинских и российских журналистов. Каждые два часа председатель Центральной избирательной комиссии объявлял данные по явке. Руководители силовых структур докладывали об обстановке в стране в прямом эфире государственного телеканала. Необходимо отметить, что во время избирательной кампании и сегодня в течение дня режим работы сотрудников прокуратуры республики был переведен на усиленный режим в тесном взаимодействии с сотрудниками Министерства внутренних дел и службы государственной безопасности. За все это время каких-либо заявлений о обращении в органы прокуратуры не поступало. Минздрав обеспечил избирательные участки средствами защиты от коронавируса, специальными лампами для обеззараживания воздуха. На входе в комнату для голосования у избирателей была возможность обработать руки антисептическим средством. Всем членам участковых избирательных комиссий раздали перчатки и маски, но не все ими пользовались. Вот вы видите, большинство избирателей, они все в перчатках, но некоторые не могут в масках работать, поэтому они без масок. У нас все имеют маски с собой, у нас вот здесь есть антисептик, у нас есть. Все избиратели, которые заходят, они обрабатывают руки, мы им помогаем, говорим, видят, вот у нас здесь висит. Наблюдатели от штабов также отметили, что голосование проходило в спокойной атмосфере, без единого замечания с их стороны. День проходит замечательно, то есть вовремя открылся участок избирательный, никаких нарушений, нареканий нет, все очень спокойно обстановке. В 20.00 начался подсчет голосов. Сначала погасили неиспользованные бюллетени. Подсчитали общее количество, а затем разложили по стопкам. Три за кандидатов, четвертая против всех и испорченные бюллетени. Наблюдатели оперативно передавали информацию с участков штаба кандидатов. Здесь велась своя статистика. Примерно в 22.30 стало понятно, что в президентской гонке выигрывает Аслан Бжания. В штабе от ГУРа Арденба настроение было совсем другим. Но сам кандидат, как только узнал предварительные результаты, поделился своими эмоциями с журналистами. Результаты предварительные, они известны. Аслан Георгиевич по предварительным данным одержал победу, с чем я его и искренне поздравляю. И его команду тоже. Это нормальный результат. Аслан Георгиевич опытный политик. Я очень надеюсь, что Аслан Георгиевич в те тезисы, которые у него заложены в программе, они будут реализованы в жизнь. А мы будем только помогать. После пресс-подхода Арденба отправился прямиком в штабах Аслану Бжания, чтобы поздравить его с победой. Будем трудиться на пламя Абхазии. Аслан Бжания, в свою очередь, подчеркнул, что, говоря об этих выборах, он не хочет пользоваться терминами победителей и проигравшие. Так как для развития республики необходимо сложение всех профессиональных сил. Я счастлив с тому обстоятельству, что вот так вот кандидаты, на моей памяти, это, по-моему, первый раз. Это уже хороший шаг. И я надеюсь на то, что мы сделаем много хороших, добрых шагов впереди еще. И ТАУ всем гражданам большое спасибо. Вы все наши граждане. А мы всегда это будем помнить и этим руководством ЦИКУ ДАРДЗА. Леонид Забжба в этот вечер отказался от общения с журналистами. Но его пресс-секретарь передала, что штаб кандидата Забжба поддержит результаты голосования, какими бы они ни были. 23 марта ЦИК объявил результаты выборов. Инаугурация президента, согласно законодательству, состоится через 30 дней после оглашения окончательных результатов. Мария Накотова, Сосрыква Гухава, Эдуард Ракелян, Абаза ТВ.